Слово второе Видите, как учатся, например, языкам. Сначала заучивают слова и обороты речи по книгам, но на этом одном не останавливаются, а стараются помощи его доходить и действительно доходят до того, что сами, без пособия заученного, ведут правильно долгую речь на изучаемом языке. Так надо поступать и в деле молитвы. Навыкаем мы молиться по молитвенникам, молясь посредством готовых молитв, переданных нам Господом и Святыми Отцами, преуспевшими в молитве. Но на этом одном останавливаться не должно. Надо далее простираться и, навыкнувши умом и сердцем, обращаться к Богу со сторонней помощью. Надо делать опыты возношения к Нему и своего собственного, доходить до того, чтобы душа сама, своею, так сказать, речью, вступала в молитвенную беседу с Богом, сама возносилась к Нему, и Ему себя открывала и исповедовала, что есть в ней и что желательно ей. И сему надо учить душу. Укажу вам коротко, что должно делать, чтобы успеть всей науке. И навык с благоговением, вниманием и чувством молиться по молитвенникам к сему же ведет. Ибо, как из сосуда переполненного сама собою изливается вода, так и с сердца посредством молитвословий, исполнившегося святых чувств, сама собою начнет исторгаться своя к Богу молитва. Но есть и особые, к сей исключительно цели обращенные правила, которые и доположат себе исполнять всякий, желающий успеха в молитве. Отчего это, скажите? Сколько лет иногда молятся по молитвенникам и все еще не имеют молитвы в сердце? Между прочим, думаю от того, что только в то время несколько и напрягаются возноситься к Богу, когда совершают молитвенное правило. Все же прочее время и не вспомнят о Боге. Кончат, например, свои утренние молитвы и думают, что в отношении к Богу все тема исполнена. Затем целый день только дело за делом, а к Богу и не обратятся. Разве к вечеру придет на мысль, что вот опять скоро надо становиться на молитву и совершать свое молитвословие? Отсего бывает, что если и дает Господь какое доброе чувство утром, его заглушает суета и многодельность дня. От того же и вечером не бывает охоты молиться. Человек никак не совладает с собою, чтобы хоть немного умягчить свою душу. И молитва вообще худо спеется и зреет. Вот эту неправость, не всеобщую или почти, и надобно исправить. То есть надо сделать так, чтобы душа не тогда только к Богу обращалась, когда стоишь на молитве, но и в продолжении всего дня, сколько можно непрерывнее возносилась к Нему и пребывала с Ним. Для сего? Первое. Надобно в продолжении дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь то, например, говори «Благослови, Господи». Кончаешь дело – говори «Слава тебе, Господи!» И не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая подымется, говори «Спаси, Господи, погибаю!» Находит тьма помышлений смутительных, взывай «Изведи из темницы душу мою». Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним. Молись, наставимя, Господи, на путь, или не даждь восмятения ноги моей я. Грехи подавляют и влекут в отчаяние, возопи мытаревым глазом «Боже, милости в буди мне грешному». Так и во всяком случае. Или просто чаще говори «Господи, помилуй!» «Владычице Богородице, помилуй мя, ангелю Божий, хранителю мой святый, защити меня!» Или другим каким словом взывай. Только сколько можно чаще делай сие воззвания, всяко стараясь, чтобы они из сердца исходили, как бы выжатые из него. Когда будем так делать, частые будут у нас совершаться умные к Богу восхождения из сердца, частые к Богу обращения, частая молитва. А это учащение сообщит навык умного с Богом собеседования. Но чтобы душа так взывать стала, надо бы наперед заставить ее все обращать во славу Божию, всякое свое дело, большое и малое. И это есть второй способ, как научить душу чаще днем обращаться к Богу. Ибо если положим себе в закон исполнять сию заповедь апостольскую, чтоб вся во славу Божию творить, даже ащеямы или пиемы, то непременно при каждом деле вспомним о Боге и вспомним не просто, а с опасливостью, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом. Это и заставит со страхом к Богу обратиться и молитвенно просить помощи и вразумления. Как мы почти непрестанно что-либо делаем, то почти непрестанно будем к Богу обращаться молитвенно. И, следовательно, почти непрерывно проходить науку молитвенного в душе к Богу возношения. Но чтобы и это, то есть делание всего во славу Божию, душа исполняла как должно, надо бы настроить ее к всему с раннего утра, с самого начала дня, прежде чем изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Настроение сие производится богомыслием. И это есть третий способ обучения души к частому обращению к Богу. Богомыслие есть благоговейное размышление о божественных свойствах и действиях и о том, к чему ведение их и их к нам отношения нас обязывает. Есть размышления о благости Божией, правосудии, премудрости, всемогуществе, вездесущей, всеведении, о творении и промышлении, об устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благодати и Слове Божием, о святых таинствах, о Царстве Небесном. О каком из сих предметов не стань размышлять, размышление сие непременно исполнит душу благоговейным к Богу чувствам. Стань размышлять, например, о благости Божией, увидишь, что ты окружен милостями Божиими и телесно, и духовно, и разве только камень будешь, чтоб не пасть пред Богом в излиянии уничиженных чувств благодарения. Стань размышлять о вездесущей Божием, уразумеешь, что ты всюду пред Богом, и Бог пред тобою, и не можешь не исполниться благоговейным страхом. Стань размышлять о всеведении Божием, познаешь, что ничто в тебе не сокрыто от ока Божия, и непременно положишь быть строго внимательным к движениям сердца своего и ума, чтоб не оскорбить как-нибудь всевидящего Бога. Стань рассуждать о правде Божией и уверишься, что ни одно худое дело не останется без наказания, и непременно положишь очистить все грехи свои сердечным пред Богом сокрушением и покаянием. Так о каком свойстве и действии Божием не станешь рассуждать, всякое такое размышление исполнит душу благоговейных к Богу чувств и расположений. Оно прямо к Богу устремляет все существо человека, и есть потому самое прямое средство к тому, чтобы приучить душу к Богу возноситься. Самое приличное и удобное для сего время – есть утро, когда душа еще не обременена множеством впечатлений и деловыми заботами, и именно после утренней молитвы. Кончишь молитву – сядь, и со священную в молитве мыслью начинай размышлять ныне об одном, завтра другом Божием свойстве и действии, и, соответственно, тому в душе производи расположение. «Иди», – говорил святый Дмитрий Ростовский, – «иди, святое богомыслие, и погрузимся в размышления о великих делах Божиих». И проходил мыслью или дела творения и промышления, или чудеса Господа Спасителя, или его страдания, или другое что, растрогивал тем сердце свое и начинал изливать душу свою в молитве. Так и всякий может делать. Труда немного, желания только, и решимость надо, а плода много. Так вот, три способа, как кроме молитвенного правила, научить душу молитвенно к Богу возноситься, именно посвящать утром несколько времени на богомыслие, всякое дело обращать во славу Божию, и часто обращаться к Богу краткими воззваниями. Когда утром хорошо будет совершено богомыслие, оно оставит глубокое настроение к помышлению о Боге. Помышление о Боге заставит душу всякое действие свое, и внутреннее, и внешнее, осторожно содевать и во славу Божию обращать. А то и другое такое поставят душу положение, что из нее почасту будут исторгаться молитвенные воззвания к Богу. Эти три – богомыслие, всего во славу Божию творение и частое воззвание – в суть самые действительные орудия умной сердечной молитвы. Всякое из них возносит душу к Богу. Кто положил упражняться в них, тот скоро приобретет навык восхождения, полагать в сердце своем к Богу. Труд всем походит на восход на гору. Чем выше подымется кто на гору, тем свободнее и легче дышит. Так и здесь. Чем больше кто навыкает показанным упражнением, тем выше подымет душу, и чем выше подымется душа, тем свободнее будет действовать в ней молитва. Душа наша по природе есть обитательница горнего мира божественного. Там бы ей и следовало быть не исходно и мыслью, и сердцем, но груз земных помышлений и пристрастий влечет и тяготит ее долу. Показанные способы отрывают ее от земли мало-помалу, а там и совсем оторвут. Когда же совсем оторвут, тогда душа вступит в свою область и будет сладостно обитать горе, здесь сердечно и мысленно, после же и самым существом своим сподобится пред лицем Бога пребывать в ликах ангелов и святых, чего да сподобит всех вас Господь благодатью Своею. Аминь. 22 ноября 1864 года Субтитры создавал DimaTorzok